всем привет дорогие друзья уважаемые подписчики меня зовут джека констандаки я из города одесса я решил открыть свой канал на ю тубе для того чтобы делиться интересными моментами из своей жизни рабочей и развлекательной личной жизни идея и идея создать канал возникла у меня еще довольно давно несколько месяцев где-то около полугода назад я снимал короткие видео которые были ну так откровенно как бы не достойны пожалуй вашего внимания и вот буквально месяц назад мы небольшой компании отправились на рыбалку в устье дуная на один интересный остров очень живописный в общем не буду заранее рассказывать посмотрите оцените я думаю что это для первого раза видео получилось довольно неплохое поэтому желаю всем приятного просмотра не судите строго мы только хотели поделиться положительными эмоциями и некоторым опытом вот такой вот рыбалки на будущее обещаю выкладывать разные интересные видео поэтому ставьте лайк и дергайте за колокольчики подписывайтесь на этот новоиспеченный мой канал я надеюсь вам понравится этот год годный контент который я буду создавать в общем не буду растекаться мыслью по древу а приглашаю вас к просмотру видео которое мы назвали рыбалка на Дунаю всем приятного просмотра друзья всем привет дорогие подписчики в общем стали сегодня в 4 утра собираться на рыбалку собрали все баулы выгулял собаку выехали где-то без 10 5 сейчас будем забирать нашего друга ехать к нему на остров староказачий в устья дуна на рыбалочку поэтому ждем не дождемся зовут его олег это мой старый товарищ по рейсов и рейсов и товарищ вместе плавали ходили ходили по морям и он приобрел себе так понял пару лет назад большой участок на острове я там уже один раз был снимал только фото потом в каком-то из видео может вот эти приколем так что ждем будем заряжаться новыми впечатлениями в этот раз уже взял спиннинг взял чемоданчик для рыбалки амуфляжные штаны взял который комарами не пропусываются поэтому мы готовы главное что было только рыба все рыба жди нас олежек доброе утро мы вот две минуты будем уже сзади кепку можно купить мы вчера были короче мы в прошлый раз когда были останавливались у ивана сам лично будет его ивана жена там бегала жена или или это просто его работе который нас привет тогда они просто как бы женщина администратор короче смотрел вчера футбол я видел 3 0 и и пошел спать 23 часа в лос-анджелес это поздравляю где ты получил что за пароход то есть ты сначала едешь на ист-коста потом возвращаешься на вискос но так дешевле она видишь как срали мазали то не понимать что там такая дико природа что там же эти вот там комары жопу грызли как бы шакалы бегают я кстати в этот раз ружье не брал я сейчас я не брал потому что решил сконцентрироваться четко на рыбалке потому что я помню я прошлый раз я только отвлекался ходил там в эти плавни рискивал и мой взял 4 выискивал дичь в этот раз я буду именно я вам вчера слушал весь день пока ездил слушала вот этого жизнь и ловля пресноводных рыб аудиокнигу леонид павлович сабанеев жизни ловли пресноводных рыб да я думаю я думаю что нам нужно повезти фарт фарту масти а у я даже это символ пометра ну да самый жильный штат а потом седьмой километр налоговая милиция пожарные все лучшие люди кстати говоря про деда там воевал не воевал есть хороший анекдот в классе начался разговор и один ученик говорит мой дед воевал на втором белорусском фронте а мой на украинском фронте воевал а вот твой вовочка дедке а мой значит был на гражданской войне пошел он значит до красный красные дают шинель а сапоги не дают пошел он значит до белых белый дают сапоги но не дают шинель он подумал можно сделать кешефт пошел записался красным взял шинель пошел белым поменял на две пары сапог. Потом одну пару сапог поменял обратно на шинель у красной. И вот так вот он всю войну получается и у тех, и у тех вот так вот делал кишек. Он еще метался просто. Подожди, Вовочка, так дедушка был за белых или за красных? Не, он был часовщиком. Часовщиком. Выключай. Только что собака вырвала поводок и потащила вот так вот через дорогу. Я испугался, подумал, чтобы машина, не дай бог, не сбила ее. Капец, сердце в пятки ушло. Ну, слава богу, у меня было в кармане что-то нарезанное легкое вареное. Я ее приманил обратно и вот она, опять у нас. Тут такое раздолье в лесках. Природа обалденная. Куча разных растений таких доселе мной невиданных. Сосны, воздух свежий. Красота, в общем. Сейчас товарищ хочет взять лопату, выкопать елочку небольшую, посадить у себя на лошадь. Олежа, Олежа, несет добычу. Пойдет? Пойдет. Попадем. Вся багажник? Нормально. Нормально. Шикарно. Показывай. Это поступок всегда показывает, Жене. Мы едем. Зеленый, как это называется. Вот тут. Ну что, купили? Все по-серьезному. Купили серф, косу, червей. Женщина нам насобирала. Ну нормально насыпала. Да, она с походом хорошим, да? Я еще тоже так смотрю, она, видно, шарит тоже в рыбалке, разбирается. Еще говорит, Олег спрашивает ее, а нам на 4 удочки хватит столько червей? Она, ой, хватит точно. Мы еще что купили? Колокольчик? Ну расскажи. Колокольчик купили, черви, шарики на... Шарики у нас есть свои, но еще мы докупили там. Кроме своих мужских шариков мы еще докупили разноцветные такие, да. Что, мы загрузились. Да. Все, вроде бы взяли. Вот осталось собаку еще взять с собой и все. Кошку увидел. Я, когда машину отгоняешь? Сейчас. Грузили в лодку. Все в полном комплекте. Собака на месте. Я тоже. Вот я тут, капитан. Без меня никак. Ну что, ребята, пару слов. Что ожидаете от рыбалки? Вот, впечатление моря. Приехали к Ивану. Большое спасибо за то, что оперативно принял, разместил. Помог погрузить, машину припарковал. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Собачка, наверное, на острове будет рада. там на острове будет раздолье и надеемся крупного карпа поймать. Погнали, погнали. Вырушаемо. Кэрри, ты готова? Let's go. Это первый коммерческий терроризм. Мы обзыватели? Да, да. Хала, сапога вам все пробокло. Ничего, высохнет. На лево. Не, нормально. Он Румыния, да, по-моему, например? Да, да, по ту сторону. Это Румыния. Мы сейчас всю дорогу будем идти в Дон Румынию. Так, документы у вас с собой есть у всех? Есть, есть. Румыния. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 же рыбы почти на уху уже есть поймали здоровенного карася где-то грамм на 300 400 собаки насыпали корма кошачьего наша собачьего не было вообще тут участок 60 соток на минуточку будет бомба петарда ну как нравится грамм 300 есть такой жарить надо джарить жека блин что-то что-то есть они же бешеные вечером красота то какая лепота поймали друзья вот такого судака такого 5 килограммового монстра короче говоря нам надо просто для ухи 3 разновидности рыбы поэтому мы не выкидываем и как песни сектора газа мы а вот и он судак если ты не мудак тащи его еблом не щелкай чтобы он не ушел тащи его парень и все будет хорошо может клюнуть сон большой или бетельный карась заебали суки падлы вот леска порвалась все всем пока а вот тебя вот тут еще одна удочка неплохо неплохо так евгений в очередного карася мы еще мясо маринуем ммм ням 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 олежа расскажи за пидорасов за этих пытались сбить наши удочки но не получилось пытались сбить наши удочки штопанные но я поставил буй со светоотражателями и у них очко лопнуло они испугались и решили объехать чтобы не зацепиться за эту штуку поэтому кто молодец вот такой вот ковер у нас тут есть вот спим мы на кровати на такой приходите в мой дом тут шакалы голодные будут песни вам петь и вином угощать всем привет дорогие подписчики вот с утра вышли на рыбалочку уже с олегом он закидывает удочки я прорубаю маршрут от домика до пристани вот такой вот косой купили за 100 гривен на базаре косу довольно функциональная конечно она уже затупилась наточить сейчас пока времени нет вот так вот складывается она короче хорошая вещь для таких походов доброе утро доброе утро что я не видел или я легенда спрятались от зоны в подвале нету повключали свечи как бы воды мало осталось такая вот обстановка тревожности вчера в общем ночь была такая неспокойная еще какие-то идиоты тут на катере подъезжали мы думали что они украдут удочки я с фонариками бегал на пристань проверял возвращаюсь а Таня с Олегом ржут говорят мы думали ты поплавок там переставлял я говорю да там комары меня чуть не съели там забегаешь когда в хату они как будто тебя выносят еще как комары а с утра вот уже все хорошо варим кофе Таня нарезала салат бутерброды как в ресторане сделала Олег пошел на мостик закинул невод вытащил пока что только Тину морскую и одного карася кстати Тина тебе привет в общем вот так сейчас будем пить кофе завтракать я думаю дальше уже дело пойдет лучше короче Керри гоняет стадо коров вот это вот все стадо только что стояло там вон вдалеке она лаем пригнала их все сюда они так ломанулись Олег аж дернул сразу в сторону убежал аж побежал туда на мостик такая стихия куча коров тут наверное их штук 20 ломанулись одновременно потому что вот такая вот маленькая собачка погнала их собаку уже точно выгуливать не придется сегодня потому что она так набегалась что уже дрожит и спит спит и дрожит Олег уже сматывает удочки говорит убирай буй я говорю да не надо еще оставить буй немножко чтобы эти которые проезжают на катерах чтобы знали что мы еще здесь такая авантюра тоже ехали остановились в одном лесочке Олег нашел подходящую сосну с корнем выкопали ее и посадили вот здесь я еще кстати его спрашиваю а что это за ямы тут уже накопанные как будто бы кто-то червей копал или что не знаю может кто-то и копал здесь ну здесь я копал тут червей нету кстати копать червей это довольно непростое занятие как оказалось думал что они есть ближе к воде ближе к воде нет вообще ни одного червя удалось накопать только вон под той вот яблоней там где более-менее сухая земля в корнях яблони вот с первого раза я копнул и сразу был червь такой нормальный в общем чтобы накопать 10 червей я потратил наверное полчаса времени поковырялся там короче это такое дело нелегкое вот на этом большом дереве все время сидит фазан подает сигналы свои петушок такой довольно крупный в следующий раз если получится возьмем лук с собой и с лука попробуем взбить его ну вот пока все решили посидеть еще 4 часа пожарить шашлык потому что рыба не клюет дождь идет в начале дождя еще чуть-чуть клевало поймали 3 карася Олег поймал точнее я только ходил помогал подмастерье уронил леща короче одного такого делала килограмм и Олег тоже одного уронил такого относительно крупного ну вид на что-то не прет сегодня не судьба ничего страшного будет еще время будет момент мы за ними вернемся они чуть-чуть подрастут наверное мы не зря их выпустили это наверное как будет на развод да? да короче говоря выпустили пускай чуть подрастет потому что килограмм это маловато это не наш уровень нам надо такого хотя бы на два с половиной на три килограмма вот это вот пила с помощью которой я режу ветки костер распалил с помощью туалетной бумаги сегодня с утра и с помощью розовых салфеток что еще вот это вот принес специальные доски сейчас буду прикручивать одну к другим делать стульчик стульчик а еще я так поняла мы не можем дозвониться до Ивана да? да тяжело дозвониться он сказал перезвонить решили решили уже позвонить Ивану болвану потому что уже как-то немножко подустали высно жили немножко высно жили Иван звонит спасение Иван Алло Иван спаси нас привет доброе утро Иван забери нас пожалуйста 12 часов тут такой дождь мы как эти цуцики стоим спасибо большое спасибо Иван до 12 спасибо кстати авантау вот прямо растет что это не знаю секвойя или это лиственница и рядом тоже такая же в общем оба дерева абсолютно прямые хоть можно мачты из них делать так что если будет зомби апокалипсис мы здесь сможем укрыться и пригласим и пригласим да сделаем какое-то комьюнити здесь и даже вот для мачты нашего корабля для кораблятской мачты уже есть дерево из которого можно ее выпилить олег ну что скажи несколько слов я уже обед ты имеешь в виду вот эта цитата а в тюрьме сейчас ужин макароны я по запаху пришел на запах мяса мы знали ты уже смотал удочки ну в следующий раз поедем на белые камни или на черную скалу а клев будет такой что забудем про все на свете да решили воду здесь не оставлять потому что местные могут туда написать а потом получится некрасиво мы приедем а там не вода а что-то другое ну если было что-то другое оно было бы другого цвета да ну да но может там может быть может быть у них мача может кстати тоже отличаются потому что не факт что это люди но что люди вот так близко не проезжают удочки не срывают вчера кстати говоря что я еще хотел сказать по поводу ногтей я вот не обрезал ногти перед поездкой и вот они вот такие не зря я это сделал потому что когда я плыл против чечения они помогали мне грести вот я когда снимал буй я смог оперативно к нему подплыть благодаря тому что парфарусность у ладоней из-за отрощенных ногтей она больше получается и каждый раз когда гребешь получается как вихтер а по поводу этих по поводу вот этих вот гандонов которые проезжали в общем они буйно нас сбили и я им кричал да вон кушу я кричал ивановка наш приехал ой иван иван сейчас с сыном приехал иван не ровно в 12 году это вообще секунда в секунду а пусть подмали только это 6 карасей и елочи всякой привет а тебя как же лучше у меня Семен о Семен Семен так ты наш человек много до 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...